На закате солнца мы отправились на пристань. Пристаньщик Филипп Захарович, большой любитель поговорить, спросил отца. Самару, Григорьевич, Самару, ответил отец. Хочу сынка куда-нибудь к месту определить. На вакансию, значит, дело хорошее. А сколько годков-то? В осярке? Переспросил отец. А потом, помедлив, ответил. В осярке тринадцать. Берег Волги полон шума. Ледяной трещит покров. И на палубе, и в трюме перестуки топоров. Герой нашего сегодняшнего рассказа родился в июле 1898 года в селе Брусяны Симбирской губернии. Там же окончил церковно-приходскую школу. А потом служил в Красной армии и работал редактором многотиражки станкозавода в Самаре и в Куйбышеве. А еще писал стихи, рассказы и тексты песен. Вот один из его рассказов «Дружба». Мы с вами сегодня и почитаем. В Самару мы приехали утром. Было еще рано, но набережная уже кишела народу. Здесь были механики, лодовщики, грузчики, рваные, нечесанные, обросшие. Они искали работу паденную, рейсовую и сезонную. Здесь они встречали пароходы и предлагали прибывающим в Самару пассажирам снести багаж за пятачок до извозчика. От Успенского спуска до Струковского сада по берегу тянулись лобазы, склады и пристани хозяев-проходчиков. Здесь же стояли многочисленные дешевые столовые, обжорки. Откуда-то слышались звуки шарманки. И толстые, горластые бабы изо всех сил зазывали откушать горячих щей, сваренных из мясных отбросов. Я посмотрел на всю эту картину, и мне стало жутко. Не останусь я здесь. Заревел я и ухватился за отцовский пиджак. Отец глянул на меня и успокаивающе сказал, «Ну чего ты? Чего? Это здесь, на набережной Суета. А там, в городе, хорошо. В воскресенье на Ильинку сходим. Там по праздникам большущие базары обывают. Клову на посмотрим, лимонада из большого кувшина попьем. А сейчас зайдем в трактир, позавтракаем и к дяде Егору на квартиру подадимся». «Поздно мне здесь одному оставаться», – пожаловался я отцу. «А нам, думаешь, с матерью, легко тебя в чужие люди отдавать?» – ответил отец. «Нелегко. Ну, делать нечего. Будешь при месте, слушайся старших. С ремеслом, брат, не пропадешь». Хотя у нас и были взятые из дома лепешки, но отец, желая задобрить меня, купил фунт калача и полфунта колбасных обрезков. В трактире мы сидели долго. Отец любил почаевничать и с маленьким кусочком сахара выпивал по нескольку стаканов чаю. Здесь к нам подошел низенький худощавый половой с желтыми от табачного дыма усами. Поставил на стол вновь наполненный кипятком чайник и спросил отца. «Это твой сынишка?» «Да, мой», – почтительно ответил отец. «К месту куда-нибудь хочу определить». «Ну что же, это неплохо», – сказал половой, повзглянув на меня. «Только вот, что я тебе скажу, паренек. Город не любит растяб и плакс. Город, что боров, хрюкнет и съест. Уж не вешай, держись бодрее. Так-то вот». Заплатив за чай, мы пошли в город к нашему земляку, мастеру по печному делу, Егору Фомичу. Вечером Егор Фомич, немного подвыпивший, подошел ко мне, погладил по голове и сказал, «А ты чего, обосярка, нос повесил? Иди вон с петюшкой в биоскоп. Привыкай к городу, не будь мокрой курицей». Не поняв, куда он посылает меня с своим сыном-петюшкой, я спросил, «Куда идти? Зачем? Как куда?» – улыбнулся Егор Фомич. «Картинки смотреть. На вот». И с этими словами он достал из кармана и протянул мне двадцать копеек. Бойкий, Петюшка, мой ровесник, повел меня в фурор. Там мы купили билеты по двенадцать копеек и стали ожидать в фойе начала спектакля. Я с удивлением смотрел вокруг на большие зеркала и на людей, которые сходились к началу сеанса. Разглядывая огромные люстры, похожие на бездонные омуты, я вдруг понял, что моего нового товарища нет рядом со мной. И мне сейчас же все стало немило. Но не успел я прийти в отчаяние, как Петюшка вновь оказался рядом. Оказывается, он уходил в буфет. А появившись, снова возле меня самодовольно причмокнул губами и сказал, а я и рисок купил. И рисок? Удивился я. А они какие? Сладкие. Иди и ты возьми. Я ощупал оставшиеся в кармане восемь копеек и сказал, нет, не буду, у меня зубы болят. Вот, признаться, я сказал неправду. Просто мне было жаль потратить деньги на и риски, которых я никогда не пробовал. Повесть Василия Алферова «Дружба» автобиографическая. Ее автор и сам был привезен когда-то в 12-летнем возрасте отцом в Самару, где начал работать в купеческой лавке, познакомившись почти с непременными тычками и зуботычными, которыми награждали мальчиков для побегушек нетерпеливые приказчики. Потом были службы в Красной Армии и Средневоложское отделение Всероссийского общества крестьянских писателей. Первый съезд писателей и книги, выходившие в Москве и в Самаре. Повесть «Дружба» впервые увидела свет в Куйбышеве накануне войны и потом неоднажды переиздавалась. И вот мы сидим с Петюшкой в зрительном зале. Наши места возле самого экрана. Когда Петюшка объяснил мне, что вот сейчас на этой белой стене будут ходить и ездить на лошадях люди, мне стало и радостно, и страшно. Радостно от того, что я все хорошо увижу, но страшно, потому что если будут ездить, как бы не задавили. Сидел я смирно. Изредка запрокидывал голову к потолку, где было бесчисленное количество электрических лампочек в абажурах, напоминавших мне бычьи пузыри, которые мы в селе надували с ребятами. Чувство у меня было такое, что жить осталось всего несколько минут. А вдруг неожиданно во всем теле у меня появилась дрожь. Колени подпрыгивали чуть ли не до подбородка, стучали зубы. Тогда Петюшка всунул мне в руку ириску. Я положил ириску в рот, и дрожь немного утихла. И вот, наконец, в зале медленно погасли огни, и наступила непроглядная темень. Я нащупал в темноте Петюшкину руку и зачем-то крепко уцепился за стул. После этого на экране появилась первая картина. Показывали львов и тигров, которые разламывали клетки и выбегали наружу. Но все они были какие-то вялые, совсем не страшные, и казались мне гораздо менее опасными, чем быки. А в нашем деревенском стаде оказаться возле каждого из таких быков было гораздо страшнее. Я смеялся на весь зал, хотя смешного вовсе не было. Это, видимо, был нервный приступ. Петюшка тревожно ткнул меня локтем в бок и прошипел. Не смейся, это еще не комическое. Но я не унимался. Тогда ко мне согнувшись, подошел контролер, строго погрозил пальцем и пообещал выбросить меня на улицу. А когда мы пришли домой, Петюшка заявил во всеуслышание, что он больше со мной ни разу не пойдет в биоскоп. Через три дня отец определил меня в большой магазин готового платья мальчикам для побегушек. Носить приказчикам из соседнего трактира кипяток и отворять богатым клиентам двери в магазин. Ну, сынок, прощай. Собравшись уезжать домой на пароходе, сказал мне отец. Он приблизил меня, положил руку на плечо и поцеловал в голову. Станешь слушаться, бить меньше будут. Привыкай к делу. Пообещав отцу слушаться и привыкать к делу, я вынул из кармана маленький бумажный свертчик с ирисками. А это яшки передай. Это что ж, игрушка что ли какая? Переспросил отец. Нет, так конфетки называются. Ты глядишь, передам, обязательно передам. На этом мы с отцом расстались. Сеть накрыта паутиной возле берега реки. Завтра в первую паутину отплывают рыбаки. С вами был Михаил Перепелков.